С каждым годом город расширяется, численность населения растет, в связи с этим жители новых микрорайонов просят власти улучшить работу общественного транспорта. Градоначальник пообещал закупить новые автобусы и всячески уделять внимание развитию коммунального предприятия ПАД. С его слов, уже есть устная договоренность с лизинговыми компаниями о приобретении в 2020 году 40 новых автобусов. Очень много жалоб поступает на работу общественного транспорта. Все претензии к перевозчикам неизвестны. Моя команда постоянно мониторит и старается контролировать ситуацию. В будущем году я намерен серьезно взяться за улучшение работы общественного транспорта. Будут закуплены новые современные автобусы. Мы стараемся делать все, чтобы население было довольным. На ремонт и строительство дорог в этом году выделено 5 миллиардов тенге, но необходимы еще 3, чтобы продолжить работу в данном направлении. Со слов Акима, в городе продолжается строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива Баты-Садин микрорайона номер 5 и 6 и строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с улиц Букеевой и Тайманова по улице Байшева в районе жилого массива Юго-Запад. На средний ремонт автодороги по проспекту Бакимбай-Батыра выделено 30 миллионов тенге. На строительство автомобильной дороги в Заречном 3 – 95 миллионов тенге. Нужно реконструировать дорожное поводло по проспекту Санкибай-Батыра от кольца 12 микрорайона до проспекта Молодоголовы. Стоимость по проекту более 1,5 миллиарда тенге уже выделена 10 миллионов. Говорили на сессии и о строительстве новых жилых домов. До конца года ожидается, что будет сдано в эксплуатацию более 700 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, власти намерены продолжать строить по программе Нурлежер и частные жилые строения. Напомнил Мавр Абдулин и о том, что в областном центре остановили выдачу земельных участков по строительству частных домов. Власти не успевают обеспечить новые микрорайоны, в которых уже живут люди газом, светом и водой. Поэтому пока не решится проблема с уже застроенными секторами, новые участки никто не получит. Уделить внимание чиновники планируют и развитию спорта. В будущем в Ак-Тубе появится лыжероллерная трасса. Стоимость проекта составляет более 900 миллионов тенге. Лиза Сакива, Мирлана Манжолов, программа «Факт».